А вы знаете, почему Игорь Курчатов носил свою бороду? Потому что в Академии наук СССР, куда его избрали в 1943 году, он был самым молодым, а с бородой выглядел и старше, и солиднее. Впоследствии к ученому прилипло прозвище «Борода», чем он очень гордился. Сегодня одновременно во всех Атомградах, в том числе в Новоуральске, открылась выставка, посвященная 120-летию отца советской атомной отрасли Игоря Васильевича Курчатова. Организована эта экспозиция благодаря программе «Территория культуры Росатома» в честь 75-летия производственного объединения «Маяк». Здесь размещаются у нас и работы детей, и к юбилею, конечно, у нас размещаются выставки, посвященные атомной отрасли. И сегодня, благодаря межведомственному взаимодействию, конечно, вот эти традиции, они у нас живут. И те традиции, которые были Игорем Васильевичем Курчатым заложены, они у нас развиваются и крепнут. И я считаю, что это очень важно, потому что действительно межведомственное взаимодействие, учреждение культуры, администрации Новоуральского городского округа, Уральского электрохимического комбината и, конечно же, государственные корпорации «Росатом» дают нам такие возможности. Уральский электрохимический комбинат – это первенец советской атомной отрасли. Впервые в истории советской науки на нашем заводе отрабатывалась технология обогащения урана. А уже в 1953-м была испытана и урановая атомная бомба. И тем самым, уважаемые жители Новоуральска, тем самым Советский Союз достиг паритет в этой атомной сфере, в этой военной сфере. И этим паритетом, между прочим, мы благодарны и пользуемся все еще. Благодаря взаимодействию госкорпорации «Росатом» и администрации округа в городе постоянно появляются новые интересные проекты. И эта экспозиция – один из примеров. Здесь представлены 37 уникальных фотографий с изображением Игоря Курчатова, принадлежащие его помощнику Дмитрию Переверзеву. Фотоснимки иллюстрируют послевоенный период жизни и работы Курчатова, в том числе и работу над созданием советской атомной бомбы. На снимках представлены рабочие моменты жизни Игоря Васильевича – общение с коллегами, соратниками, членами семьи и моменты отдыха. Что ты запомнил про Игоря Васильевича Курчатова? То, что он создал первую атомную бомбу в Советском Союзе. Молодец. Вообще, вот ты вот прошел немножечко. Может быть, тебе запомнилась какая-то фотография, что-то вот интересное? Запомнилось то, что он играл в теннис. Я узнала то, что он великий человек, всегда стремился к чему-то, узнавал новое, даже в больнице. Может быть, тебе запомнилось что-то, вот пока ты слушала, что-то, может быть, какая-то фотография запомнилась, момент из жизни? Запомнилось, как он собирался с друзьями на специальной лавке и задавал вопросы. Приходите на уличную выставку, которая находится у детской библиотеки на улице Стахановская. Ведь надо знать великую историю о великом физике, который руководил созданием атомного щита для нашей страны. Алексей Кузнецов, Антон Пылаев. Объектив. Итоги. Продолжение следует...